Теперь точно будет не до веселья. Сегодня суд приговорил к колонии строгого режима обидчиков студентки МАДИ Ирины Сычевой. За надругательство над девушкой Лев Каменецкий проведет за решеткой 9 лет, а его друг Станислав Соболевский еще на полгода больше. Поводом для расследования стала видеозапись, которую сделали в туалете ночного клуба на вечеринке по случаю посвящения в студенты. Этот ролик друзья сами выложили в сеть, чтобы похвастаться своим сексуальным опытом. Ну а когда стали фигурантами уголовного дела, тут же сказали, мол, все, что происходило в кабинке, было по обоюдному согласию. Девушку они не били, не запугивали и даже не склоняли к интиму. Она написала заявление на них якобы из-за обиды на выложенной в интернете ролик. Мы уверены, что решение суда будет справедливым и законным. Единственное, за что стыдно в данной ситуации, это за наглую ложь моей бывшей одноклассницы Единой всему в обществу. В чем у нас логаном? Телефон выключи. Телефон выключи. И ограничает и удивляет то, что позиция обвинения, основываясь на этой лыжи, требует такую меру наказания. Даже за час до оглашения приговора Станислав Соболевский рассчитывал, что все-таки у него получится избежать наказания. Его друг за все время не проронил ни слова и даже никак не изменился в лице, услышав решение суда. А вот свидетель по делу рассказал, что якобы ему Ирина Сычева призналась, что оговорила парней. Мы договорились встретиться, погулять. И перед встречей она попросила меня оказать помощь в мере самоубийстве. Я не собирался этого делать. Но перед тем она сказала эти слова, что ее никто не бил, не заставлял. И вообще она больше не хочет никому портить жизнь. И скоро все закончится. Она уйдет, а парней выпустят. Это были ее слова. Она не может отказаться от своих слов, поскольку ей будет тоже статья. Но доказательств у парней никаких нет. Сама же Сычева на оглашение приговора не пришла. Как пояснил ее адвокат, врачи не рекомендовали девушке посещать судебные заседания. Это может слишком плохо сказаться на ее психике. Студентка уже год после изнасилования проходит лечение у психотерапевта.